Сегодня я предлагаю немножко другую тему, чем Евангелие от Луки, потому что я хочу посвятить, у нас присоединились новые члены церкви. Что такое быть членом церкви? И этот вопрос, он актуален не только для тех, которые только присоединились. Они, в принципе, это проходили, когда основы веры изучали, мы касались там этого вопроса, но и это актуально для членов церкви также. Почему? Потому что всё забывается. Всё забывается, дорогие. Вот у нас не такая несовершенная память. Поэтому апостол Павел говорит, что я постоянно буду напоминать вам. Мы нуждаемся в постоянном обновлении. Мы читаем одну и ту же книгу, Библию, и из Библии постоянно проповедуем. И каждый раз Бог нам что-то говорит, Бог нам напоминает. Поэтому мы сегодня посвятим эту пробовать. Хотя мне оставили время мало, учитывая, чтобы раскрыть эту тему, я приготовил тематическую проповедь. Обычно я не проповедую тематическую проповедь, больше я сосредоточен на каком-то одном тексте. Сегодня у нас будет много текстов. Много текстов, но они все важные, дорогие. И я хотел бы попросить вас, чтобы вы были максимально внимательны. Максимально внимательны. Я переживаю, что из-за того, что много текстов, чтобы кто-то не потерялся. Я хочу, чтобы мы это зафиксировали в своём разуме и в своём сердце, эти важные истины. Я исследовал этот вопрос, перечитал, готовил множество материалов. Из лучших проповедников и исследователей, из лучших церквей я собрал, например, такие имена Марка Девера. Вы знаете, что он специалист по церковному устройству. Джона МакАртура, Джей Адамса и других. Я собрал, чтобы посвятить этой теме, но я нуждаюсь, чтобы вы поддержали и были внимательны. Доброе? Итак, мы будем говорить о членстве. Когда человек обретает спасение, он уже становится членом церкви. Но он становится членом церкви в момент покаяния невидимой церкви. Невидимая церковь, которая пребывает на небесах. Дух Святой присоединяет каждого члена церкви к этой невидимой вселенской, так называемой, церкви, дорогие. Это происходит, когда мы покаялись. Бог поместил нас в тело Его, в Христа, в тело Христа. И мы стали членами этой вселенской церкви. А что же такое тогда покрещение? Крещение, дорогие, это люди, которые уже пережили новую жизнь, те, которые пережили обрезание сердца. Так говорит Колоссянам 2 глава, Римлянам 6 глава. Мы через крещение присоединяемся к поместной церкви. Фактически через крещение мы отображаем то, что произошло в невидимой церкви. Поместная церковь должна быть отображением той вселенской и невидимой церкви, которая пребывает на небе. Мы понимаем, что там только возрождённые люди. И там это совершенная церковь. Поместная церковь бывает далеко от совершенства. Наша задача максимально приложить усилия, чтобы мы были похожими на той вселенской церкви, которую Господь создал. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня ответили на две основные вопросы. Ответ. Во-первых, почему я должен стать членом поместной церкви? Потому что, если мы посмотрим, у некоторых этот вопрос не совсем ясно. Даже в нашей поместной церкви не для всех это ясно, почему я должен стать членом поместной церкви. Второй главный вопрос – какие обязанности у члена поместной церкви? Давайте по порядку. Самое первое – почему я должен стать, почему я должен регулярно участвовать в хлебопреломлении? Господь сказал сегодня, напоминали братья, что это воспоминание. Почему я регулярно должен в этом участвовать? Почему я должен участвовать в церковной жизни регулярно? Почему я должен не покидать собрание, как есть у некоторых обычаев? Почему всё это? Дорогие, Священное Писание говорит об этом. У нас есть библейское основание. Почему верующий, тот, который уверовал в Иисуса Христа, почему он должен стать членом поместной церкви? Давайте посмотрим библейское основание. Библейское основание членства поместной церкви. И когда мы исследуем Священное Писание, мы там находим, самое первое, мы там находим примеры из апостольской церкви, из ранней церкви, дорогие, что те люди, которые принимали крещение, которые уверовали и принимали крещение, мы знаем порядок, человек верует и потом принимает крещение, что же Писание говорит? Писание обозначает, что те, которые приняли крещение, они присоединяются. И это всё началось в Иерусалиме. Это первая церковь. Первая церковь родилась в Иерусалиме в день Пятьдесятницы, после проповеди апостола Петра. Вы помните, сколько людей пока есть? Три тысячи людей. Было церковь, верующих было примерно пятьсот человек, плюс-минус ученики Иисуса Христа, которые исследовали. Пётр проповедует, и к этой группе верующих присоединяются три тысячи человек. Посмотрите, давайте прочитаем. Итак, вторая глава, Деяния апостолов. Мы читаем 41 стиха. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трёх тысяч. Заметьте, они охотно приняли Слово, и присоединилось в тот день столько людей. Потом что мы видим? И они постоянно прививали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Посмотрите потом 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Прилагал спасаемых к церкви. Они веровали, они принимали крещение и присоединялись к церкви. Вот мы видим, что происходит. 42 стих очень важный. Проявление поместной церкви. Они постоянно прибивают в учении апостолов. Мы часто проповедуем на этот отрывок. И Паша проповедовал на этот отрывок, и я проповедовал неоднократно. Я не хочу здесь долго останавливать, когда мы будем обязанности проходить, тогда мы увидим, дорогие, что вот эти все элементы должны присутствовать. То есть они пребывали в учении апостолов, они изучали постоянно Слово Божие. Потом они пребывали в общении. Общение здесь не имеется в виду просто чайпитие. Здесь речь идёт о том, что они участвовали в жизни друг друга, поддерживали, помогали, молились за друг друга, участвовали в материальных нуждах. Вот это койнония, общение, церковное общение – это особое переживание церкви, дорогие. Мы братья и сёстры, мы члены одной семьи, и мы заботимся за друг друга. Вот это и есть общение. Потом преломление хлеба. Вот то, что мы сегодня. Это воспоминание, то, что наш Господь сделал в нашей жизни. Это основное служение. Кстати, крещение – это заповедь Господа. И хлебопреломление – это также заповедь Господа. Вот почему. А как мы это должны проявлять? Конечно же, это проявляется по местной церкви. Ну и они постоянно пребывали также в молитвах. Дорогие, если мы хотим, чтобы наше духовное состояние было в должном уровне, нам необходимы все эти вещи. И нам необходимо… Наше дыхание – это молитва. Духовное дыхание, дорогие, это молитва. Наше духовное питание – это Слово Божие. И а также общение с друг с другом. И это все часть по местной церкви. Итак, мы видим первое… У меня есть множество текстов, я не буду раскрывать. Мы видим, дорогие, что это все происходит. Происходит в первой церкви. Потом Священное Писание говорит о наличии церковного руководства. Посмотрите, наличие церковного руководства. Есть кто? Есть пресвитеры, есть епископы, есть пасторы, есть учителя. Эти четыре названия, дорогие, говорят об одном и тех же людях. Это руководители церкви. Господь возложил руководство церкви пастырскому совету, братскому совету, еще так называют. Вот руководство, они заботятся о душах каждого из вас. Мы об этом еще позже, в конце, еще скажем больше об этом. И это также указывает, что есть руководители церкви, значит, есть поместная церковь, где это происходит, вот это руководство, и Писание говорит начальство, начальствование поместной церкви. И необходимость применения церковной дисциплины. Дорогие, где это должно происходить? На небе Вселенской Церкви там не надо. Там никакой дисциплины нету, там все совершенно, там все четко. Это здесь, в несовершенной церкви происходит церковная дисциплина. Кто-то скажет, что святые люди, зачем церковная дисциплина? Церковная дисциплина, дорогие, помогает нам оставаться святыми. А то эти святые люди иногда такое превращаются. И это мы видим на основании Матфея 18 глава, Коринфянам 5 глава, Галатам 6 глава, 1 Фессалоникийцам 2 Фессалоникийцам, 1 Коринфянам. Дорогие, мы видим необходимости применения церковной дисциплины. И последнее. Последнее, что библейское основание того, что необходимо с поместной церкви. Это повеление верующих в взаимном назидании. И множество текстов об этом говорят. Как мы это можем делать, дорогие? Это должно происходить в поместной церкви. Итак, вот признаки и библейское основание, почему я должен стать членом поместной церкви. Почему я должен присоединиться? Дорогие, не существует понятия верующие-одиночка. Священное Писание никогда не подразумевает спасение вне церкви. Эти две вещи вы не можете разделить. Я спасён, и я уверовал в Иисуса Христа, и церковь мне не нужна. Господь наш никогда это не усматривал. Если вы спасены, если Бог вас спас, Он присоединяет вас к своему телу. Если вы не присоединились к телу, под вопрос вашей спасения. Понимаете? Это то, что говорит Писание. И вы должны чётко понимать, ваше спасение проявляется в церкви. Сегодня Лёша напоминал нам, дорогие. Вы любите церковь. И это один из важнейших признаков того, что вы действительно возрождённый человек. Понимаете? В вашей жизни, может быть, в определённое время вы чего-то не понимаете. Но если вы действительно уверовали, вот это понимание должно прийти в вашей жизни. Не может быть, чтобы вы покаялись, и вы долго остались, и вообще не видите нужды присоединения к церкви. Не может быть. Это не библейское учение. Библейское учение. Верующий присоединяется к церкви. Причём, если мы говорим, что это заповедь, дорогие. Заповедь. Если вы не присоединяете к церкви, вы нарушаете заповедь. Это всё просто. Вы нарушаете заповедь Господа. Господь заповедал, чтобы мы присоединялись к церкви. Хорошо. Давайте посмотрим теперь, какие обязанности у члена церкви. Какие у нас с вами обязанности? Вот мы стали членами церкви. Мы приняли крещение. Мы присоединились. Вот стали здесь красиво, торжественно. К чему меня это обязывает? Здесь мы можем разделить на несколько групп. У нас есть обязанности по отношению к неверующим людям. И у нас есть обязанности по отношению к верующим людям. Моя обязанность, когда я выхожу из этого здания, и выхожу, занимаюсь своей работой, своей учёбой, вот, когда я нахожусь среди неверующих, у меня есть по отношению к ним обязанности. Какие? И, конечно же, это, в первую очередь, касается вопроса благовестия, вопроса евангелизации. Дорогие, как Бог вас спас? Через благовестие. Вы знаете, что не существует другого средства для спасения человека. Есть единственное средство. Это благовестие. Это рассказывать людям благую весть. И только таким образом, и исключительно только так, человек может быть спасён. Вера отслышания. А слышание – это проповедь Слова Божьего. Поэтому ваша обязанность. Так, Господь – это великое поручение. Посмотрите. «И приблизившись, Иисус сказал им» Матфея 28 глава, с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Вчера Алексей напоминал этот отрывок. Замечательный отрывок. Это поручение, это также заповедь Господа, которая относится не только к апостолам и ученикам. Это относится к каждому из вас, дорогие. Задача ваша – идти и научить, и приводить к вере, и потом допускать к крещению. Это то, что вы должны сделать. Вы должны постоянно искать возможности засвидетельствовать людям об Иисусе Христе, рассказать Евангелие. Во-вторых, верующий должен знать, дорогие, вы должны знать Евангелие. У меня есть исключение задать вам вопрос. Знаете, что такое Евангелие? Я знаю, я в нашей церкви, слава Богу, слава Богу, что есть наученные братья и сестры, они проходили и библейские институты, и в основах веры мы говорили, и в семинаристы есть. Каждый верующий человек должен понимать, каждый верующий человек должен понимать, что такое Евангелие. Вы можете из четырёх слов выразить мне Евангелие. Это общепринятое, есть четыре слова. Я хочу, чтобы те, которые до сих пор не знают, чтобы вы запомнили это четыре слова. И это поможет вам благовествовать. Четыре слова. Первое. Бог. Сто процентов. Второе. Это человек. Третье. Христос. И четвёртое. Четвёртое что? Отклик. Запомнили? Бог. Человек. Христос. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о Боге, который сотворил нас. И Он сотворил для того, чтобы, дорогие, для того, чтобы мы наслаждались общением с Ним и поклонялись Ему. Ваша цель создания человека, чтобы мы любили Бога и наслаждались общением с Ним. Но грех. Второе слово. Человек. Грех разделил нас, дорогие. И Бог теперь становится не только Богом, Он становится судьёй. Святой Бог становится судьёй для каждого грешного человека. Почему мы согрешили? Потому что Адам согрешил. Почему мы грешные? Потому что мы таковыми родились. И мы грешные, потому что мы сознательно грешим. Потому что мы не можем не грешить. И святой Бог обязательно накажет каждый грех, соделанных нами в мыслях или в делах. И это плохая весть, дорогие. Есть святой Бог и есть грешный человек. А благая весть заключается в том, третье слово, это Христос. Бог послал Сына Своего, чтобы решить ваши главные проблемы. Проблемы греха. Вот что вы рассказываете. Вы говорите, что есть Бог, который будет судить вас, потому что вы грешный человек. Но есть Христос, который может спасти вас. Он умер на Голгофском кресте за грехи ваши, дорогие. И единственная правильная реакция – это отклик. Четвёртое слово. Что такое отклик? Отклик – вы можете откликнуться только верою и покаянием. Или покаянием и верою. Понимаете? Вот что вы рассказываете людям. Дорогие, вы должны знать это. Обязанность каждого верующего человека помнить эти четыре ключевые слова, которые помогут вам правильно благовествовать. Запомните, без благовестия нет спасения. Вы не можете ничем привлечь людей. Вернее, привлечь-то вы можете, извините. Но куда и что они? Они зашли грешники и останутся грешниками. Они даже могут принять крещение и могут остаться снова грешниками. Они просто станут мокрыми грешниками. Необходимо Евангелие, дорогие. И каждый верующий должен знать Евангелие. Но знание только и рассказ только это недостаточно. Должно быть это всё подкреплено вашей святой жизнью, дорогие. Когда вы рассказываете Евангелие, они должны видеть в вашей жизни Евангелие. Иначе, если вы рассказываете Евангелие, и они не видят в вашей жизни одображение Евангелия, они никогда не поверят. Они скажут, я ничего общего не хочу с этими людьми иметь. Потому что они проповедуют, а они не живут так. И это серьёзная проблема. Серьёзная проблема. То есть благочестивый образ жизни. Посмотрите, Матфея, 5 глава. «Высвет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажёгший свечу, не ставят её под сосудом. но на подсвечнике, и светит всем в доме, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот этот свет, дорогие, здесь имеются в виду добрые дела, чтобы люди они видели. Вы понимаете, если убрать Евангелие, и они увидели добрые дела, они просто хорошие люди. Ну, бывают же хорошие люди. Но они никогда не обратятся. Они будут славить вас, аплодировать. Хороший, благочестивый человек. Но необходимо благовествовать. Это, помните, соль, влияние соли. А вот добрые дела это подтверждает, дорогие, что вы сами живёте в Евангелии. Святая жизнь. Посмотрите, что говорит Пётр. «Но вы род избранный» – 1 Петра 2, 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Смотрите, «Мы взятые в удел, чтобы возвещать совершенство». Но потом продолжает Пётр. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками». Вы видите? «Дабья они за то, что злословие от вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посвящения». Я хочу здесь пару слов сказать. Что такое в день посвящения, дорогие? Что такое в день посвящения? Вы знаете, что Бог посвящает каждого человека? И когда Бог посвящает человека, или человек отвергнет, скажет «нет», или человек скажет «да». Так вот, чтобы человек сказал «да», он должен вспомнить. Что он должен вспомнить? Две вещи. То, что вы рассказали ему Евангелие. И то, что он видел ваши добрые дела. Вот это в день посвящения Бог использует ваше свидетельство и ваш образ жизни, чтобы этот человек возродился, чтобы этот человек поверил. в день посвящения они прославят. Или они отвергнут. Это их дело. Но в день посвящения Бог спасает людей, напоминая им ваши свидетельства, ваши добрые дела. Дальше, по отношению к неверующим людям, не только мы должны благовествовать, у нас есть и другие обязанности. У нас есть обязанности подчинения властям. Нравится это вам? Вы скажите, когда смотришь на эти власти, вот меньше всего как раз хочется подчиняться. Но посмотрите, когда Петр пишет. Понимаете, когда Петр пишет, там происходят страшные гонения. Первое Петра – это ответ на страдания через гонения. Как христианин должен относиться. Вспоминайте, дорогие, когда Иисус Христос ходил, какая было правительство. Но он подчинялся. Конечно же, мы делаем оговорку. Мы делаем оговорку, когда мы не подчиняемся власти. Когда они говорят вам, что вы прошли против Бога. Вот тогда мы не подчиняемся власти. А в остальном, дорогие, какие они – хорошие или плохие. Это не нам судить. Бог будет судить их. Бог будет разбираться с ними. А пока мы живем на земле, посмотрите, что говорит Петр. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Дорогие, я понимаю, что это нелегко, когда верующий человек должен подчиняться неверующему, который живет нечестивой жизнью. Хабарники и так далее. Но посмотрите, здесь есть помощь. Петр говорит, и так будьте покорны всякому начальству для Господа. Вы не делаете это для начальствующих. Вы делаете это для Господа. И это работает, дорогие, во всех сферах вашей жизни. Во взаимоотношениях у вас проблемы, вы делаете это для Господа. В семейной жизни у вас какие-то проблемы, вы делаете это для Господа. Перед начальствами вам не нравится ваш директор, вам не нравится ваш президент или премьер-министр или начальник военный, вам не нравится, ТЦК, все это не нравится, но вы делаете это не ради них. Вы делаете это для Господа. Вы делаете это, потому что вы любите Господа. Поэтому, дорогие, пусть Бог благословит. Что значит подчиняться властям? Пару слов. Подчиняться властям, дорогие, это значит не участвовать в хабарничествах, соблюдать все законы, которые предписаны, привождение и так далее. То есть это несложные, это элементарные вещи. Не жить так, как живут все люди в Украине. Вот что значит подчинение властям. И это вы делаете, дорогие. Ну, неповиновение христианина земним властям, это позорит, позорит церковь, позорит имя Христа. Поэтому и Павел призывает послание к римлянам 13 главе. И здесь Петр призывает, дорогие. Поэтому, какое ваше отношение? Какие ваши отношения к людям? К неверующим людям. Не смотрите на них, дорогие. Не смотрите на них сверху, что вы уже чистые, святые. Нет. Не смотрите. Если бы не Христос, вы были такими. Вы жили точно так же. Если бы вы сидели на их месте, будучи невозрожденным, вы так же поступали бы нечестиво, как я не. Понимаете? И на вашем уровне вы так поступали до уверования. А после уверования Бог очистил вас своей кровью. Бог сделал вас своими детьми, дорогие. Поэтому взирайте, смотрите на Господа Иисуса Христа и исполняйте ваши обязанности. Но и не только вы должны подчиняться. Священное Писание говорит о том, чтобы мы молились. Мы молились за властей. Не только подчиняться им. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Посмотрите, что здесь. Это церковное собрание. И Павел призывает, чтобы мы, вот когда мы собираемся, не только собираемся, индивидуально, когда дома находимся, молимся, мы должны молиться. Но когда вместе собираемся, что делать? Совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков и потом за царей, и за всех начальствующих, если вы хотите проводить так, жизнь тихую, безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И это угодно Господу. И это угодно Господу, чтобы мы молились. Вот почему мы собираемся в зуме, или сестры собираются и утром, и вечером, дорогие, и по четвергам, когда у нас перед хлебоподеление, чтобы молиться за всех людей, за начальствующих. У меня уже не осталось времени. Но я решил не сказать все сегодня, потому что обязанности верующего человека, они еще больше по материалу. Я не буду скомкать. Как раз в следующее воскресенье у нас будет членское собрание. И вот обязанности, обязанности по отношению к верующим как раз будет, как раз будет, кстати. Я увижу ваши улыбающиеся лица, что вам не нужно еще полчаса слушать проповедь. Замечательно, хорошо. Да, я понимаю. Я понимаю, что не нужно загружать. Я думаю, что сегодня мы сказали достаточно. Мы говорили об основании, дорогие. Не разделяйте спасение и отсутствие членства так не может быть. Библия так не учит. И помните ваши обязанности, ваши обязанности к неверующим людям. Первая обязанность – благовествовать. Вторая – подчинение властям и молитва за властей. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok